Всем огромный привет! Меня зовут Таня, добро пожаловать на мой канал! В этом видео я буду экспериментировать вместе с вами и пробовать делать ламинирование бровей самостоятельно в домашних условиях первый раз в жизни. И для этой процедуры я себе купила вот такой маленький пробный набор от бренда Innovator Cosmetic, называется он Sexy Lush and Brow Lomination. Он обошелся мне где-то в 800 рублей, и когда я его заказывала, я была уверена, что здесь в упаковке лежит все необходимое, что нужно для этой процедуры. Но на самом деле оказалось все не так-то и просто. Во-первых, здесь на упаковке нет инструкции, как всем этим пользоваться, но я нашла ее в интернете, на официальном сайте этого бренда. И изучив инструкцию, я поняла, что мне нужно еще докупить клей для ламинирования ресниц и бровей, сделая его также от этого же бренда. Будем пробовать, что из этого всего получится. Клей, кстати, стоил тоже где-то 700 или 800 рублей, что-то около того. Но в целом все равно получается это дешевле, чем одна процедура ламинирования бровей в любом салоне Москвы. В Москве ламинирование бровей стоит где-то 2000 рублей. И причем всего этого должно хватить на несколько процедур. Ну посмотрим, в общем, что получится из всего этого. Буду делать впервые, как я уже сказала, и, если честно, немножко даже волнуюсь. Надеюсь, все произойдет хорошо. Ну что, я готова делать ламинирование. Убрала волосы, села к вам поближе, чтобы вам было лучше видно. Почему я вообще решила сделать эту процедуру? Потому что у меня достаточно непослушные волоски на бровях. Они у меня не жесткие, они у меня мягкие, но они очень любят вот так вот смотреть вниз. И выглядит это, конечно, ну так себе. Мне бы хотелось, чтобы мои волоски смотрели вверх и бровь выглядела такой более аккуратной, более ухоженной. Поэтому сегодня, собственно, и будем пробовать делать эту процедуру. Первое, что нужно сделать, это очистить и обезжирить брови. На бровях у меня сейчас нет макияжа. Я их окрашивала вчера краской. Поэтому я просто протру их сейчас хлоргексидином для того, чтобы просто их обезжирить. Тут важно использовать именно безмасляные составы. Если используете мицеллярную воду, смотрите, чтобы она была без масел. Теперь нужно расчесать брови и будем наносить на брови тонким слоем клей для ламинирования ресниц и бровей. Вообще с клеем какая-то немножко непонятная ситуация. Я читала отзывы некоторых девушек, которые проводили эту процедуру, и они писали, что они не использовали клей. Кто-то использует клей. Тут как-то все очень неоднозначно и непонятно, нужно его все-таки использовать или нет. Но я решила, что я буду использовать. Раз уж на официальном сайте в инструкции клей указан, значит будем делать с клеем. Так, там сказано нанести тонким слоем и зафиксировать волоски в нужном положении. Нанесла тонким слоем. Так, а он уже что-то засох. Девчонки, он уже засох. Похоже, надо было быстрее это все делать и по чуть-чуть. А я тут пока с вами болтала. Клей уже просто засох и получается какая-то фигня. Так, дубль два. Сейчас я это сотру и будем делать заново. Я также хлоргексидином стерла этот клей. Он водорастворимый, поэтому в принципе он легко убрался. Давайте тогда, пока эта бровь подсыхает, будем пробовать на другой брови. И сейчас я уже буду делать это побыстрее. И не сразу всю бровь буду клеем мазать, а вот по чуть-чуть. Вот чуть-чуть намазала и сразу прочесала. Так, я теперь уже переживаю, чтобы у меня не засохло опять. Мне не очень удобно все это делать, потому что мне приходится зеркало держать одной рукой, другой мазать, еще умудриться успеть схватить щеточку и клей закрыть. И как-то не очень удобно. Если бы я была в ванне перед зеркалом, я думаю, мне было бы гораздо удобнее это делать. Так, фиксируем волоски вверх. Ну, мне не очень нравится, когда бровь сильно торчит вверх, поэтому я вот так немножко сделаю. Так, ну вроде бы эта бровь выглядит нечеток. Симпатично, взлохмачено. Теперь будем наносить на вторую бровь. И буду также делать сначала основание, а потом уже серединку с кончиком. У меня, кстати, асимметричные брови. Вот эта бровь растет нормально вверх волоски, а левая, там прям вниз волоски растут, поэтому брови разные. Ну, это практически у всех, так? Так, ну что, получились такие лохматушки, как сейчас модно. Теперь будем приступать к нанесению составов. Здесь три пакетика с составами. Они пренумерованы, поэтому, в принципе, не возникает вопросов, что зачем наносить. Первый и второй состав наносятся на 8-10 минут, в зависимости от толщины ваших волосков. У меня волоски, мне кажется, средние, поэтому я буду оставлять минут на 9, я думаю, так. Наносить первый состав я буду с помощью небольшой такой плоской кисточки. Я открыла пакетик и уже чувствую, как он воняет. Но это ожидаемо, потому что все-таки это процедура долговременной укладки, поэтому логично, что здесь такой достаточно вонючий состав. Наношу немножко этого средства на кисточку и начнем наносить на бровь. В инструкции заостряется внимание на том, что нужно наносить состав, стараться ближе к корню волосинок, бровинок, чтобы они лучше зафиксировались в нужном положении. Все, нанесла. Теперь беру ватную палочку и ватной палочкой теперь стираю излишки. Теперь нужно накрыть брови пищевой пленкой и сверху положить горячие смоченные ватные диски и накрыть полотенцем. И оставить это все на 8-10 минут. Отматываю пленку. Так, все, брови пленкой прикрыли. Теперь прикладываю, как сказано в инструкции, смоченные горячей водой ватные диски и сверху полотенчик. И жду так оставшееся время. Все, время прошло. Снимаем пленку. Хочу сказать вам, что воняет этот состав просто дико. У меня аж прямо от него голова разболелась. Очень воняет. Так, теперь нужно снять остатки состава с бровей ватными палочками сухими. Так. И там еще сказано, что не нужно одной и той же щеточкой наносить первый и второй состав. Прям на это обращается внимание. И, кстати, прям на глазах слазит вчерашняя моя краска с бровей. Я решила покрасить брови вчера, хотя можно это делать во время процедуры ламинирования. Но я решила сделать это накануне. И сейчас я вижу, как мои брови посветлели. Теперь наносим состав номер 2 на бровки. И также оставляем на то же количество времени, на которое оставляли первый состав. Время экспозиции у них должно быть одинаковое. И так же ватной палочкой подтираю лишний состав вокруг бровей. Все, время прошло. Снимаем теперь ватной палочкой сухой опять же второй состав. Его остаточки. И теперь у нас остался состав номер 3, который уже с бровей не смывается. И остается на бровях на 24 часа. Этот состав должен брови питать, увлажнять и все такое. В общем, типа ухаживать за ними после всего того, что мы с ними сделали. После всей той химии, что мы на них нанесли. И, по идее, если вы хотите окрашивать брови в процессе ламинирования, то вам нужно делать это вот как раз на этом этапе, когда вы снимаете второй состав. Перед нанесением третьего вы окрашиваете брови. Но так как я этого делать сегодня не буду, мы просто будем сейчас наносить третий состав. И он должен будет полностью растворить клей, который мы наносили в начале. Вообще, по идее, в инструкции к этому набору написано, что еще нужен так называемый клинзер. Очиститель, который снимет клей с бровей. Но я прочитала на форумах разных лэшмейкеров, броумастеров. В общем, мастеров в этой сфере. И все практически пишут, что этот клинзер это ненужный вообще этап. Он совершенно бесполезен. Как бы можно просто снимать клей третьим составом. Третий состав прекрасно растворяет клей. Поэтому я не стала заморачиваться и тратиться еще и отдельно на клинзер. Так, мне нужна щеточка. Щеточка, где моя щеточка? Беру третью щетку, чтобы она была чистая. И снимаем весь клей, что был на волосках. Да, он, кстати, прям хорошо отходит. С третьим составом я уже вижу, что волоски становятся мягкими. Не такими забетонированными, не такими заклеенными. В чем вообще суть этой процедуры ламинирования бровей? Она делает ваши брови более послушными. Вот тут клей прям, кстати, кусочками отходит. Эта процедура делает бровки более послушными. И потом их легче будет укладывать. Они будут выглядеть более ухоженно и более аккуратно. И также визуально брови становятся гуще после ламинирования бровей. Но процедура ламинирования не приклеивает намертво волоски к лбу. Поэтому, естественно, они не будут всегда вот так вот вверх смотреть, как вы их уложили. Они просто будут более податливые. Ну что, клей я оттерла и нанесла повторно еще немножко третьего состава. И сейчас он должен впитаться в бровки. И все, 24 часа потом не трогаю, не мочу, ничего с ними не делаю. Поэтому придется немножко походить пока с такими блестящими бровями. Вот так выглядит бровь после ламинирования. Мне очень нравится. Получился такой эффект густых волчьих бровок. Красиво, мне нравится. И если подытожить, что могу сказать по поводу этой процедуры, по поводу этого набора для ламинирования. Процедура простая. С ней справится абсолютно любая девушка. Главное, внимательно читайте инструкцию. Я ни в коем случае не претендую на эксперта по ламинированию бровей. И это видео не является видеоинструкцией. Это такой видеоэксперимент. Вы обязательно изучаете инструкцию к вашему составу. И делаете все четко по инструкции. Этого набора хватит 100% еще на несколько процедур. Клея так вообще хватит очень-очень надолго. Потому что расход у него просто минимальнейший. Поэтому получается очень выгодно делать ламинирование бровей дома самостоятельно. Буду с вами на сегодня прощаться. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, как обычно, прошу поддержать меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. И делитесь в комментариях вашим опытом по поводу ламинирования бровей. Делали вы эту процедуру или нет. Как она вам? Мне будет интересно, конечно же, почитать. И я с вами на сегодня прощаюсь. Пока-пока. Совсем скоро встретимся в новых видео.